За рекламу-то все равно рублями платят. Доброго времени суток, друзья. Ну что ж, 4 месяца ждали-ждали и наконец дождались. В разгар карантина выходит новое обновление игры Stand Off 2 0.13.0. Спойлер, это успех или не совсем? Сейчас мы это и узнаем. Приятного просмотра. Зону 9 0.13.0. Начнем с того, что наконец-то снова вернули Зону 9, которая была убрана 21 ноября 2018 года в обновлении 0.10.0. Сегодня она вернулась в новом облике, на ней произошли изменения, добавлено много новых проходов, да и сама карта стала шире, на мой взгляд. Можно даже сравнить планировку старой и новой. Вместе с новой картой завезли новый режим – перехват. Цель террористов – взломать бронемашину и унести как можно больше контейнеров с образцами смертельного вируса. Команде спецназа необходимо удержать оборону автомобиля. Какой же вирус находится в контейнерах, известно только самому Ильдару. Так как при работе на локации и с контейнерами необходимо надевать особую химическую защиту, то террористы были приодеты в соответствующую форму. Встречайте новых персонажей, которые теперь обитают на Зоне. Ну, я имею ввиду на Зоне 9. Чтобы произвести захват, необходимо было обзавестись мощными пушками. И чем же не подходит легкий пистолет-пулемет МП-5, ну а также дробовик ФАБ-М, что расшифровывается как Фабар Мартинал. Да, наконец-то во вкладке «Тяжелое оружие» СМ будет сидеть не один. Также, как было заявлено в начале 2020 года, игра совершила переход на сезонную модель соревновательного режима. Теперь год будет поделен на сезоны длительностью в несколько месяцев. В начале каждого сезона вам предстоит заново пройти калибровку звания с учетом ваших предыдущих достижений. Но в первом сезоне звания сбрасываться не будут. Такой подход поможет сделать рейтинг разнообразнее, ведь теперь придется подтверждать свои навыки из сезона в сезон, вместо того, чтобы получить высокое звание и больше к нему не прикасаться. У более сильных игроков появится вызов, а у более слабых – возможность изменить ситуацию. Кстати, было бы здорово, если бы в конце года подводились какие-нибудь итоги и выдавалась награда, например, медаль, ведь иначе все заработанные звания просто впустую. Также с началом сезона добавлена новая коллекция – Скорпион. Естественно, в ней есть и новый нож – Скорпион. Это миниатюрный нож, обладающий формой, схожий с ножом с лезвием-криком. Анимация у него вполне привлекательная, а вот скины… на вкус и цвет. Ну что ж, по сути, Зона 9 и новый режим – это что-то вроде операции или события. И название ему – Project Z9. Да, это паз, где вы будете выполнять задания и получать за это очки. А за очки уровни, а за уровни скины и так далее. Вместе со всем этим добром мы получаем вторую коллекцию с одноименным названием. Ну и, конечно же, здесь есть новый нож – нож Кунаи. Нож, который обязан иметь каждый ниндзя. И только истинный синобис сможет овладеть им. Анимация реально классная, выглядит симпатично и скины неплохие. Скорпион тоже прикольный, но разве что в анимации ударов. А зубочистка мне прям пришлась по вкусу. Анимации и модели явно вышли на новый уровень. И, конечно, ведь студия пополняется новыми сотрудниками. И это очень здорово. Ну и, казалось бы, все, куда еще, но нет, обновили провинцию. Там случился полный переполох. И она стала взрослее, что ли. Шире, объемнее, как и Зона. Ну, сейчас я скажу вам то, что просто разобьет вам сердце. Они, они по пьяни променяли коня на бочку вина. А бедную лошадь, походу, пустили на закуску. Или на Эчпочмаке. Теперь на локации, насколько я понимаю, присутствует винодельня. По крайней мере, здесь полно вина. Только закусывать пока что нечем. Эчпочмаки кто-то съел, да и тарелку уже какие-то чуваки успели забрать. Кстати, зацените эти реально классные виды. А теперь я хочу поставить вас в ступор. Как вам такой поворот, а? Кстати, если на Зоне у нас появились шпионские пиндусы-америкосы, которые хотят своровать коронавирус, то здесь новые персонажи – это крутые пацанчики с района. Из не столь серьезных изменений. Теперь в игре появилась ревербация звуков, то есть в помещении будет соответствующее эхо. Кстати, коллекция Неймлесс пополнилась. Теперь в ней находится АВМ Трэжер Хантер. Этот скин должны были добавить уже очень давно, но почему-то передумали. Чтобы получить предметы из безымянной коллекции, нужно быть счастливчиком, потому что они выпадают на удачу после боя. Шанс, конечно же, очень мал. Также есть изменения в экономике. Теперь будут давать деньги за убийство из дробовика. Да, прикиньте, раньше не давали, оказывается. Также будут давать деньги всей команде, когда поставлена бомба в количестве 800 долларов. Данный параметр помогает сбить снежный ком экономики, когда спецназ имеет сильное преимущество над террористами. Также перестали давать деньги террористам, которые выжили в конце раунда. Если бомба не поставлена и жив спецназ. Это для того, чтобы террористы не отсиживались на базе и не соявили оружие, так как их главная задача это взорвать объект. Прикиньте, как неожиданно, так скажем, параметр ввели. Я думаю, это породит много споров. Ну что ж, объемное обновление и, наконец-то, все. Давайте с вами создадим чек-лист, который основан на официальных планах на игру. Что ж, сезонная модель ММ. Есть. Обновление анимаций. Новые выглядят вполне достойно, так что думаю, что процесс запущен. Есть. Возвращение зоны 9. Тоже есть. Остаются карты. Ну, по сути, переделали провинцию, но я думаю и надеюсь, что имели в виду в основном новые карты. И, надеюсь, я не облажалась сейчас этим. Развитие кланов, переход на клиент-сервер и мастерская. Конечно же, это не полные планы, а просто список того, на что в основном будет ориентироваться команда разработчиков. И также это ни в коем случае не гарантирует того, что это будет 100% в игре. Всякое может встретиться на пути разработки. Ну, а пока я его убираю. Он будет нас ждать в следующем обновлении. Итак, какие же итоги? Добавлено много нового. В целом, мне прям зашло. Возможно, потому что в прошлые разы было не так напичкано, но тут за 4 месяца сделали прям реально круто. Вспомните, сколько мы ждали 0.11 и что получили. Относительно тем моментам это прям офигенно. Конечно, некоторые вещи сыроваты и, думаю, будет множество багов, но помните, это только начало. Или же нет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok